Так, и последнее платье, которое я хочу вам показать, это тоже такого же фасона платье синее из магазина Топ Шоп. У него оформлены немножечко по-другому рукава. И здесь я вам хочу показать, как будет выглядеть все те же аксессуары и все те же каркасы, как я их называю, можно фоном их назвать, не знаю. Придумайте, пожалуйста, как можно назвать все вот эти вот капсулы, что ли. Здесь вы увидите, как подобное ярко-синее платье будет смотреться в таких же фасонах. То есть у нас получается было нейтральное серое, то есть нейтральный цвет платья. У нас был цвет платья принтованный, более легкий. И у нас вот здесь сейчас будет такое достаточно яркое синее платье. Из нюансов таких платьев, оно вот знаете, как какая-то, я не знаю, синтетика, сейчас вам покажу ткань. Я думаю, что вам будет понятно. Она тонкая, то есть это платье в холодное время года, вот именно зимой я не ношу, потому что в нем все-таки прохладненько, мне кажется, что они как-то на колом стоят, что ли. То есть это более такое весеннее платье, легкое. Нюансы таких платьев, обращайте, пожалуйста, внимание. Когда вот, скажем, такая синтетическая ткань, это вот эти вот места. С ними может спастись, помочь спастись только драйдрай. Если вам будет интересно, я расскажу, как можно вообще относить таких химозных вещей в теплую погоду. Точно такая же длина, закрывающая колено. Но, вот знаете, это платье я все-таки больше носила в качестве такого не парадного, а больше расходного подкожанную куртку. Наверное, с него, с этого же я и начну. Так, вот сюда я добавляю куртку. По-моему, яркий цвет и черная куртка смотрятся вообще очень-очень органично. Плюс платье достаточно легкое. Вообще супер. Знаете, из украшений, хоть и здесь, и очень хорошо будет смотреться голубое, но все-таки мое любимое украшение здесь, это вот такая вот нить. Сейчас вот всяких разных подвесок, чтобы вытянуть силуэт достаточно много. И я добавляю, вот так вот, я добавляю сюда кожаные сапоги. Вот так я часто гуляю. Мне так удобно, очень женственно. Цвет яркий. То есть, когда такая уже теплая погода, хочется иногда не серого, а какого-то, знаете, такого яркого цвета. Но на вас могут иногда косо посмотреть, когда у вас такое платье с принтом. То есть, вы должны выглядеть, ваш макияж очень-очень хороший, подобранный под платье. Вот с таким платьем синего, да, однотонного цвета, либо вообще, в принципе, яркого, однотонного цвета, вам будет его в такой ежедневной жизни, типа а-ля побежали в парк за продуктами в супермаркет и потолкались в метро. Вот в таком платье вам будет очень удобно и комфортно. В принципе, это платье прекрасно выдерживает колготки плотные, лодочки. Тоже будет усмотреться очень-очень хорошо. Но давайте, конечно же, таким платьем мы приложим более яркие украшения, чтобы посмотреть, возможно ли трансформировать подобную вещь в такой вечерний вариант, чтобы сделать его, как бы, на все случаи жизни. Итак, сюда я, конечно же, приложу свое любимое украшение девочке. Ну, просто я, конечно же, от него в восторге. Эта вещь отработала себя, я уже, наверное, скоро его придется менять, из-за того, что я его ношу очень часто. То есть мы сюда приложим вот такое вот украшение. Как вам это дело? По-моему, очень даже неплохо. Использую здесь, давайте, давайте используем черный цвет. Я сюда добавить черную обувь, и сверху вверх, конечно, может быть каким угодно, плащом и так далее. Ну, давайте приложим сюда наше пальто. И все вместе будет смотреться вот таким вот образом. Внизу у нас сапоги. Так, ну давайте сделаем с таким вот платьем, сделаем, что-то уже такое более отличающееся от других. Я сюда добавлю такой интересный аксессуар. Девочки, если проходили мимо, обратите внимание, многим идет. Девочки, это вот такая вот чалма. Она у меня такого же темно-синего цвета. Это очень интересный аксессуар, который именно хорошо дополняет именно это платье. То есть, в сочетании с серым, ну, может быть, платье с принтом не выдержит в большинстве своем. Если только черная чалма, и причем она будет из бархата, то тогда да. Ну, по крайней мере, у меня есть вот такая чалма. Она с сайта Алиэкспресс стоила сущие копейки. Почему именно выдерживает это платье? Потому что оно не слишком как холст, как серое платье, на котором будет слишком ярко, возможно, выглядеть такой аксессуар, то есть для смелых. Оно не такое пестрое, которое будет очень спорить, с таким аксессуаром, как чалма, может показаться лишним. А вот это вот платье, которое я, как говорю, посередине, такой аксессуар, как чалма или что-то вот подобное, будет смотреться, на мой взгляд, очень хорошо. То есть не сильно яркое платье и аксессуар, да, вот такой, мне кажется, гармонирующий. Из украшений, мне кажется, что именно с украшениями хорошо смотрятся серьги. У меня вот такие вот синие с камнями подобных разных украшений на Алиэкспрессе пруд-пруди, то есть здесь можно надевать очень яркие серьги. Девочки, это выглядит очень-очень необычно, уж поверьте, на вас все будут смотреть, если вы будете в чалме. Так, ну мы еще не приложили к этому платью нашу шляпу сапогами и получается у нас вот такой вот комплект. То есть комплект с абсолютно элегантных, сдержанных цветов. То есть когда мы говорим, девочки, обращайте внимание на какие-то богатые, сдержанные, базовые цвета, то я думаю, что в принципе люди говорят как раз-таки об этом и как раз-таки о сочетании сдержанных вот таких вот цветов. Я вообще в восторге, если честно, от этого всего. Итак, девочки, это все, о чем я хотела вам рассказать. Видео получилось таким достаточно длинным. Я надеюсь, что вам понравилось. Пожалуйста, пишите мне комментарии, как вам формат подобного видео. Если вам понравилось, поддержите меня пальчиками вверх, задавайте свои вопросы, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока!